Как мы уже рассмотрели в предыдущем видео, в случае с периодической рассылкой все предельно просто. Вы создаете рассылку типа «Периодическая рассылка» и по мере необходимости отправляете ее подписчикам письма. Тем не менее, бывают ситуации, когда вы, как автор рассылки, хотите, чтобы подписчик после подписки на рассылку начал сразу же получать заранее заготовленные вами письма. То есть вы хотите, чтобы рассылка отправлялась автоматически, без вашего участия. В таких случаях необходимо использовать рассылку типа «Автоматическая последовательная серия писем». Давайте создадим подобную рассылку и посмотрим, как правильно добавлять в нее письма. Переходим к разделу «Рассылки» и выбираем подраздел «Создать новую рассылку». В предыдущем видео мы уже рассмотрели, как правильно заполнять данную форму, поэтому я сейчас просто выберу тип рассылки «Автоматическая последовательная серия писем», быстро заполню все остальные поля и мы рассмотрим, как правильно добавлять письма в серию. После того, как вы заполнили форму, не забудьте нажать на кнопку «Создать», чтобы создалась рассылка. Мы создали тестовую серию писем. Сейчас нам необходимо перейти в настройки данной рассылки, чтобы у нас была возможность добавить в эту серию письмо. Для того, чтобы перейти в настройки рассылки, необходимо просто нажать на название самой рассылки. Если ваша рассылка, которую вы создали, имеет тип «Автоматическая последовательная серия писем», то у нее будет второй блок с названием «Редактировать письма в серии». Учитывая тот факт, что у нас сейчас пока писем в ней нет, мы видим надпись «В данный момент нет ни одного письма в серии». И под надписью есть кнопка «Добавить письмо». Давайте нажмем на данную кнопку. После того, как мы нажали на кнопку, мы видим довольно большую форму, которая позволит нам добавить письмо в серию. Давайте разберем все поля, которые есть в данной форме. Первое поле, а точнее ссылка «Загрузить шаблон письма». Данная ссылка понадобится вам лишь в случае, если до этого вы уже создали какой-то шаблон письма, на основании которого хотите сейчас создавать письмо для серии. Если вы нажмете на данную ссылку, то появится еще одна строка, в которой будет выпадающий список. Именно из этого списка при необходимости вы можете выбрать заранее заготовленный шаблон. Сейчас мы этого делать не будем, поэтому не обращаем внимания на данную ссылку. Следующее поле – смещение. Это очень важное поле. Что такое смещение и для чего его необходимо использовать? Смещение позволяет вам указать, когда письмо будет получено подписчикам. Если стоит смещение 0, это означает, что подписчик получит данное письмо сразу же после подписки на рассылку. Если же смещение будет равно 1, это будет говорить о том, что подписчик получит письмо на следующий день после подписки на рассылку. Если 2, то подписчик получит письмо через 2 дня после подписки на рассылку. и так далее. Максимальное смещение, как вы можете увидеть при наведении на подсказку, 9999. В реальной жизни вы, конечно же, такие смещения ставить не будете. Далее есть опция «Отправить письмо в» и возможность указать точное время. Как вы понимаете, эта опция может вам понадобиться, если вы хотите, чтобы подписчик после подписки не сразу же получал письмо, а получал его в определенное время. Указанное вами в данной опции. Если такая необходимость есть, просто отмечаете чекбокс и указываете нужное вам время. Следующее поле «Тема письма». Здесь все предельно просто. Та тема письма, которая будет указана в этом поле, будет отображаться у подписчика, когда он получит ваше письмо. Обратите внимание, что под темой письма есть небольшая ссылка, которая называется «Переменные подстановки данных». Что такое переменные и зачем они нужны? У каждого из ваших подписчиков есть определенные данные. Имя, фамилия, отчество, дата рождения, город проживания, страна проживания, пол и так далее. Иногда бывают ситуации, что вам необходимо использовать эти данные подписчиков в своих письмах, либо в содержании, либо в теме. К примеру, вы хотите в теме письма обратиться к подписчику по имени. Это можно сделать именно с помощью переменных. Давайте для примера именно рассмотрим данный вариант. Нажимаем на ссылку «Переменные подстановки данных». После этого сразу же появляется новое окно и в данном окне вы можете видеть все переменные нашего сервиса. Нам в этом случае необходимо найти блок «Переменные данных подписчика» и именно переменную имени, имя подписчика. Копируем данную переменную, закрываем окно и вставляем в тему данную переменную. Далее пишем. Предположим, что мы хотим, чтобы тема нашего письма выглядела подобным образом. Переменная. Далее «Как у вас дела?». Вместо этой переменной будет подставляться имя подписчика. К примеру, если подписчика зовут Василий и он получает ваше письмо, значит вместо темы он увидит «Василий, как у вас дела?». С этим все понятно. Переходим далее. Код шаблона. Мы немного выше говорили о шаблонах. В данном случае зачем вам необходимо указывать код шаблона? Если вы сейчас укажете код шаблона, впоследствии у вас будет возможность использовать данное письмо для того, чтобы на его основании создавать какие-то новые письма. Или просто, чтобы это письмо сразу отправить по нужной вам части ваших подписчиков. Поэтому мы рекомендуем код шаблона постоянно указывать. Пусть это будет тест 1. Чуть-чуть далее мы посмотрим, как это нам поможет. Далее есть вариант выбора приоритета письма. Зачем это нужно? Есть три приоритета. Низкий, средний и высокий. Если вы выберете высокий приоритет, то ваше письмо, которое получит подписчик, будет помечено как важное. Но мы не рекомендуем всем письмам вашим придавать высокий приоритет. Потому что если вы каждое письмо свое будете помечать как важное, подписчик впоследствии поймет, что это не все важные письма и просто разозлится и отпишется от вашей рассылки. Поэтому нет смысла очень часто использовать высокий приоритет. Далее идет самый главный блок при создании письма. А именно поля для указания содержания письма. Как вы видите, есть две вкладки. HTML версия письма и текстовая версия письма. Если вы хотите, чтобы ваши подписчики получали красочные письма, в которых будут изображения, гиперссылки, подчеркивания, различные цвета и так далее, то вы используете HTML версию письма. Если вы хотите отправить просто текстовое письмо, которое будет без форматирования, без гиперссылок, без изображений и так далее, вы используете текстовую версию письма. В данном случае мы просто тестируем, то есть создаем тестовое письмо, поэтому я вместо содержания укажу лишь ту же тему. Под полями для ввода содержания письма мы видим две ссылки. Первая ссылка – предпросмотр письма. Вторая ссылка – переменные подстановки данных. Если вы помните, именно такая же ссылка была под темой письма. Единственное различие между этими ссылками заключается в том, что в тему письма нельзя вставлять абсолютно все переменные сервисы. То есть там есть некоторые ограничения по переменам. Что же касается этой ссылки, то здесь отображаются абсолютно все переменные, которые доступны на нашем сервисе. И они все могут быть вставлены в содержание вашего письма. Ссылка – предпросмотр письма служит для того, чтобы у вас была возможность увидеть, как будет отображаться ваше письмо. И нам остался небольшой блок. В первую очередь в данном блоке идет кнопка «Проверить на спам». Данную кнопку вам необходимо использовать в случае, если вы хотите проверить, насколько высока вероятность того, что ваше письмо попадет в спам, когда вы его будете отправлять. Давайте нажмем на данную кнопку и посмотрим, что произойдет. Сейчас наш сервис оценивает, насколько велика вероятность попадания письма в спам. 1 и 1 из 10. И в вывод написано «Низкая вероятность попадания вашего письма в папку спам». Это в принципе означает, что с письмом нет никаких проблем, можно смело его отправлять. Далее идет блок, с помощью которого вы можете вложить в письмо файлы. Чтобы выбрать тот или иной файл, просто кликните на него. Если у вас возникает необходимость выбрать сразу несколько файлов, то при их выборке удерживайте Ctrl на клавиатуре, если вы пользуетесь Windows, или удерживайте Command, если вы используете Mac. Если вы не хотите прикреплять файлы, но вы до этого их выделили в списке, то просто нажмите на данную ссылку «Не прикреплять файлы». Если файл, который вы хотите прикрепить к вашему письму, не отображается в этом списке, то вам необходимо нажать на кнопку «Загрузить новый файл», после чего он будет сразу же загружен и прикреплен к вашему письму. После того, как вы закончили создавать ваше письмо, проверили его на спам, нажали на предпросмотр, загрузили все необходимые файлы, прикрепили их к письму, нужно нажать на кнопку «Сохранить». Мы видим, что у нас письмо уже есть с таким кодом. Давайте изменим код и опять нажмем на кнопку «Сохранить». То есть, если при создании письма возникают какие-либо ошибки, вы сразу же видите их. Вам необходимо их исправить и потом опять нажать на кнопку «Сохранить». В данном случае мы успешно добавили письмо в нашу рассылку. И тема письма «First Name», то есть идет переменная имени «Как у вас дела?». Давайте добавим еще одно письмо. Уже с другим смещением и с другой темой. В данном случае мы можем создавать письмо на основании того письма, которое мы только что создали. Находим в списке рассылку «Тестовая серия писем». Видим, что код этого письма был «Test1123123». Это то, что мы указали в самом конце. Выбираем данное письмо и нажимаем на кнопку «Загрузить». Сейчас будет загружен тот старый шаблон. Он загрузился с темой, с содержанием письма. И если были бы до этого вложены в письмо какие-то файлы, то они бы также здесь отобразились. Также, видите, поменялся приоритет. Мы данному письму смещение оставляем один. То есть это означает, что подписчик получит это письмо на следующий день после подписки. Если вы помните первое письмо, он получает сразу же при подписке на рассылку. Далее, тема письма. Мы говорили, что хотим ее изменить. Давайте изменим. Новый курс пусть называется. Если вы хотите переменную, конечно же, в этом случае можно убрать. Содержание можем не менять, так как это в любом случае тестовое письмо. Никто его получать не будет. Пусть оно останется таким. Код шаблона. Если есть необходимость, опять указывайте. И если нету, оставляйте данное поле пустым. Давайте еще к этому письму прикрепим какой-то файл. И нажмем на кнопку сохранить. Предположим, что изначально в эту серию мы хотели добавить именно эти два письма. То есть наша серия писем уже готова. Если это все письма, которые должны отправляться вашим подписчикам автоматически, то вы можете переходить к созданию формы подписки, чтобы предоставить вашим пользователям возможность подписываться на эту рассылку. Также у каждой рассылки, которую вы создаете, есть настройки. Все настройки расположены в третьем, последнем блоке. И этот блок состоит из шести вкладок. Вкладка «Основные» дублирует практически все поля, которые вы заполняли при создании рассылки. Здесь есть также дополнительные поля, но в данном случае они нам не нужны, так как это более сложные вещи, о которых в принципе сейчас говорить нет смысла. Далее идет вкладка «Дополнительные». Здесь тоже дополнительные настройки. Вкладка «Отписки», «Веб-версия», «Социальные кнопки» и «RSS to email». Здесь очень много настроек, но на начальном этапе они едва ли вам понадобятся. В следующем видео мы рассмотрим, как правильно генерировать форму подписки, для того, чтобы предоставить вашим подписчикам возможность подписываться на созданную вами рассылку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!